Всем огромный привет! Хочу показать свои покупки в магазине FixPrice. Купили мы несколько водичек. Покажу одну. Очень удобно. 10 рублей. Эдельвиз. Это негазированная питьевая. Я всегда забываю с собой в дорогу взять бутылку с водой, а то там такие выручают. Макс себе взял несколько вот таких напитков. Выгодная покупка называется. Сок родной. По-моему, 4 штуки на 50 рублей. 12.50 они стоили. Тоже несколько штук взяли. Дорогой пил. Вы знаете, в магазине FixPrice продаются пиалки для первого блюда. Супницы, бульонницы. И я для них взяла вот такую подставку. Потому что я их стопочкой складываю на полки. Но как-то они так опасно стоят. А тут будут зафиксированные. Думаю, хорошая штука. Контейнер. Взяла себе вот такой контейнер с котенком. Очень удобный. Достаточно глубокий. У нас карандашей так много, что уже никакая подставка их не выдерживает. И я думаю, что я просто их вот в такой контейнер свалю. И будут эти карандашики у Максимки стопочкой просто на донышке лежать. Так, по-моему, удобнее. Далее. Новая серия с оливками появилась. Мне она так понравилась. Я взяла вот такой магнитный холодильник. Он же блокнот для записи. Ну, очень красивый дизайн. Прям меня впечатлил. Действительно, и цвет такой приятный. Оливковый. Достаточно толстый. Сколько листов в этом блокноте. Сейчас попробуем посмотреть. В общем, если увидели, хорошо. Я так быстро не вижу. Ну, ладно. Ну, немало. Идет ручка в наборе. И удобно. Большая для записи. Вот сам лист. Достаточно большой. Если список продуктов писать, то можно писать долго. Далее я не смогла пройти мимо вот такого магнита. Мне кажется, тоже. Прямо как маленькая картина. Понравился. Очень понравился. Классный. Сегодня в другом формате. Я просто в гостях снимаю на кровати. Поэтому и камера дрыгается у меня сегодня. И на кровати я, в общем, снимаю. Давно хотела. Всегда забывала. Но тут жара меня заставила вспомнить. Взяла вот такую заколку для волос. Мне надо, чтобы мои волосы были полностью заколоты. Как вот тут на нижних фотографиях. Поэтому буду делать вот такие теперь а-ля лето прически. Следующее, что мы взяли. Максимка уже берет не первый раз. Вот такие вот шарики в небо запускать. Фонарики. Ну, они говорят, девчонки, не все горят. Не все получаются. Ну, вот взяли. Попробуем. Будет гореть, так будет. Нет, так нет. Далее. Далеко тянусь. Забыла с собой в дорогу взять станок. Пришлось экстренно покупать. Но вот эти станки я уже пробовала. И этим уже воспользовалась. Классный станок. Достаточно острый. И в нем идет запасная сменная еще головка. Поэтому 50 рублей, мне кажется, это здорово и выгодно. Ну, и у нас тут в гостях закончилось жидкое мыло. Вот такую бадью взяли. Народу много в доме. Дозатор неудобный. Но мы просто перельем. Он достаточно жидкий. Поэтому одного нажатия, я думаю, будет мало. То есть надо будет поливать чуть побольше. Аромат апельсина. Я обожаю цитрусовые ароматы. Пусть будет. Мыло как мыло. Больше похоже, конечно, на пену для ванн. Но достаточно жидкое. Ладно. Будем мыть. Сколько что-то объем-то? Мне кажется, литр-полтора. Так. Не вижу объем. Может быть, вы увидите, что у меня не получилось быстро увидеть. Масса. А, вот литра, да, увидела. Вместе с вами увидела. Ну, и хочу обратить внимание еще раз на контейнеры, которые продают в фикс-прайсе. Я в обычном магазине зашла. Купила вот такую маляпуську с ручками. Цена. Так, я с ногами показываю. Посмотрите, 63 рубля. Вот такая вот мелочь. Большие такие в обычном магазине посудном, где посуда продается, 100 рублей больше. В фикс-прайсе вот такие вот корзиночки побольше размером. Ну, большие. Не побольше, а большие. 50 рублей. Это очень выгодно. Ну, единственное, вот в обычном магазине мне понравилась такая крохотуля. Я ее взяла. Но хочу сказать, что самая выгодная это все-таки фикс-прайс. Все. На этом заканчиваю свой обзор. Немного покупок, но в гостях тоже фикс-прайс тянет. Вот мы в него сбегали и закупились. Всем спасибо за внимание. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok